Всем привет! Вы давно просили меня записать видео о том, как проходила беременность и ответить на вопросы, которые вы присылали в инстаграм. И вот, наконец-то, я записываю для вас это видео. На самом деле уже прошло полтора месяца с момента родов, и сейчас у меня уже, ну скажем, значительное количество впечатлений и воспоминаний Стюарта, как ни странно. Но, тем не менее, есть такой природный механизм, который способствует забыванию каких-то неприятных моментов в родах, а в частности боль. Но так происходит, что вместе с болью приходят в процессе родов какие-то и какие-то другие переживания, которые хотелось бы оставить с собой, но это тоже забывается. Очень много вопросов в одном посте. Дело в том, что подготовка к родам у женщины происходит намного-намного задолго до, собственно, самой беременности. Ну, я так считаю. И я считаю, что так должно происходить у каждой женщины, потому что рождение ребенка – это своего рода, на мой взгляд, кульминация женской природы. И все, что я буду говорить в этом видео, кстати, это лично мое мнение, лично мои представления. Я их никому не навязываю. Я лишь излагаю свою точку зрения. Если кто-то с ней не согласен, пожалуйста, можете остаться при своем мнении. Так вот, роды мы, беременность мы не планировали, но это и не был залет, потому что, в принципе, мы постепенно, морально были готовы к тому, что у нас будет ребенок, потому что меня нельзя назвать такой женщиной, которая категорически против рождения детей. Я знаю, есть такие женщины. Я же отношусь скорее к тем, кто все-таки желал бы приобрести опыт материнства, и поэтому периодически эта тема всплывала у нас в паре, поэтому Паша, в общем-то, ну, Паша больше готовился. Ну, в общем-то, я говорю и сразу осознаю, что на самом деле мы оба готовились к этому процессу, к этому, к этим процессам, поэтому нельзя сказать, что кто-то кого-то ждал. Тем не менее, я, наверное, в течение 4 или 5 лет просто в некотором пассивном режиме собирала информацию о родах, изучала этот процесс, но нельзя это назвать такой сознательной подготовкой к беременности и к родам. Я, скорее, просто интересовалась этим, и постепенно у меня набиралась какая-то база информационная в голове, и в итоге я пришла к своему отношению к этому процессу и к этому опыту, который, собственно, сработал. Впечатление от самих родов со стороны физических ощущений. Что ждать тем, кто не рожал? Я считаю, что беременность и роды, и дальнейшая, так сказать, жизнь с малышом – это то, что нельзя предугадать, это то, что нельзя логически просчитать, та сфера жизни, которая относится к интуиции, на мой взгляд. То есть, когда вы думаете о том, что вы хотели бы стать мамой, вы хотели бы родить малыша, вы хотели бы умножить вашу любовь к партнеру, тогда, я думаю, начинаются какие-то процессы на каком-то неведомом нам плане, и, я думаю, постепенно приходит душа. Я не хочу, знаете, затрагивать какие-то метафизические понятия, тем более я сама особо не разбираюсь в этом, но мне кажется, что-то начинается уже там, не на физическом плане. И вот я, в общем-то, готовилась к тому, что роды будут очень легкие. Когда я забеременела, у меня несколько раз снились сны о том, что я рожаю настолько легко и просто, что во сне я прокручиваю время назад, чтобы почувствовать этот процесс еще раз. То есть, он слишком быстро у меня происходил во сне. И, в общем-то, у меня не было за время беременности никаких таких явных страхов по поводу того, что что-то пойдет не так или какая-то драма случится. Ничего такого не было, поэтому собственные роды прошли хорошо. Что касается непосредственно физических ощущений, я считаю, что нужно собирать опыт положительных историй родов для того, чтобы просто, ну да, быть готовой, быть открытой к разному течению процесса. Потому что часто бывает, ну как часто, бывает так, что женщина рассчитывает на легкие домашние роды, а в итоге ей делают кесаревые какие-нибудь экстренные роды происходят. Вот не так давно была такая ситуация, мне девушка о ней поведала, второй ребенок у нее, но никто не мог предугадать, что все произойдет именно так. Но тем не менее, она, конечно же, рассчитывала на мягкие роды, поэтому я разговаривала со своими подругами, которые уже родили, которые для меня являлись в некотором смысле старшими сестрами, моими помощницами и моей поддержкой во время беременности, и они также являются моими помощницами на данный момент. Так вот, я набирала этот положительный опыт, собирала какие-то положительные истории, и никто меня не кошмарил. Мы не ходили к врачу, мы не делали УЗИ, мы не проводили никаких исследований, отчасти, потому что я, в принципе, чувствовала, что все хорошо, но во многом потому что Паша настаивал на том, что все хорошо, то есть что нам не нужны никакие исследования. С одной стороны, может быть, это не совсем правильно, потому что все-таки надо бы знать, что процесс беременности протекает хорошо, а с другой стороны, он взращивал во мне уверенность и спокойствие, что все хорошо. И на самом деле я хочу сказать, что ваш моральный настрой, то, как вы себя чувствуете эмоционально, психически, это просто, это все имеет колоссальное влияние и на процесс беременности, и на процесс в родах, и тем более на процесс уже раннего воспитания, ранней заботы о новорожденном. В свое время я интересовалась эзотерическими всевозможными знаниями, и, в принципе, я такой человек, который очень любит докапываться до истины, докапываться до каких-то прям вот основ-основ. Это же касалось и темы беременности, и боли в том числе, потому что вопрос такое впечатление от физической, со стороны физических ощущений. Есть женщины, которые рожают с оргазмом, есть так называемые гипнороды, есть люди, которые рожают с адской болью трое суток. То есть это настолько непредсказуемый процесс, что, в принципе, морально можно готовить себя ко всему. И вот одна из моих подруг, она мне сказала, что очень круто, что у тебя такой хороший настрой, но тем не менее ты в свое пространство вариантов, чтобы не допустить какого-то напряжения, ты добавь еще картину все-таки с не самым благоприятным исходом, например, с Кесаревым. Это делается не для того, чтобы реально создать такой сценарий в моей жизни, а чтобы просто не бояться такого развития. Я думаю, и мне, честно говоря, очень помог этот совет от моей подруги. Я его приняла, я его применила, и я, в принципе, была готова к тому, что что-то может пойти не так, и тогда мне потребуется госпитализация, и я на это соглашусь, подпишу документы и все такое. Так вот, что касается непосредственно самих ощущений физических, я могу сказать, что для меня схватки были самым болезненным процессом. Это было больно. Физически это было больно. Но благодаря моему исследовательскому опыту в области всевозможных духовных практик и физических практик, я стала применять некоторые методы, один из которых был попытка раствориться в боли. это когда ты не то чтобы пытаешься скорее внутренне дождаться, когда же это закончится, а когда ты наоборот внутренне позволяешь себе в эту боль уйти. То есть ты становишься этой болью, и тогда ты просто, по идее, не должна ее ощущать. Для меня это работало какое-то время, но когда начались очень сильные схватки, я поняла, что этот метод доставляет мне очень-очень большую боль и просто невыносимую. И тогда я стала представлять, что это вообще не боль, что это фигня, что ничего серьезного не происходит. Ну, просто вот как вдохнуло-выдохнуло. И для меня это сработало. Плюс дыхание. У меня была дола, Настя, и самая главная ее помощь для меня в родах была в тот момент, когда начались реально самые сильные схватки, после которых довольно скоро начались потуги. Я поняла, что боль очень сильная. И она ощущается сильной не просто потому, что она сильная, потому что ты уже несколько часов переживала эти схватки. И хочешь, не хочешь, они постепенно отбирают у тебя силы, отбирают у тебя энергию. И каждая новая схватка ты, во-первых, ожидаешь, во-вторых, ты ожидаешь, что вот сейчас тебе будет больно. И это может происходить у всех по-разному. То есть я в какой-то момент поняла, что я больше не могу, то есть я сдаюсь. И это было правильно. Так вот, Настя подошла, и она стала помогать мне с дыханием. Она гладила меня по спине. Кстати, те, кто не смотрел видео о родах моих, посмотрите, пожалуйста, потому что мы снимали весь процесс. В этом видео мы показываем все без каких-то там цензур. цензур, то есть вы увидите реальный процесс родов. И вот мне в итоге помогло дыхание и помогло отношение к этой боли как к чему-то незначительному. Потом, когда я почувствовала, что я сдаюсь, я просто начала плакать. Я плакала, дышала, и еще в это видео моя личная специфика, такая физическая, у меня очень сильно тошнило, меня рвало. Причем у меня уже ничего не было в желудке, меня продолжало рвать. У меня рядом стоял тазик, и когда у меня была очень сильная схватка, у меня началась снова рвота, и через эту рвоту у меня, как бы, ну, видимо, начался процесс потух. То есть меня вывернуло так конкретно наизнанку, и потом я почувствовала, что что-то изменилось, что что-то происходит новое. Когда я стала перебираться в бассейн, ну, это я уже рассказывала непосредственно о самих деталях процесса. И уже с момента потух до рождения малыша прошло, наверное, минут 30-40, и он родился. Потуги были очень интересным процессом. Не сказать, что он был болезненным, он скорее был таким шокирующе-удивительным. Потому что, во-первых, я очень громко кричала. Я кричала таким голосом, которым никогда в жизни не кричала. Это был такой вопль дикого зверя, идущий откуда-то реально из промежности. Это очень помогало. Поэтому, опять же, что ждать тем, кто еще не рожал? Ничего не ждите, просто вам нужно сдаться. Вам нужно реально сдаться этому процессу. Внутренне, морально, ментально соединиться с малышом и помогать ему тоже этим процессом. Возможно, говорить с ним, гладить животик, потому что вы оба совершаете колоссальную работу. А он испытывает еще просто колоссальнейший стресс. То есть детки, после того, как они рождаются, я вот, честно говоря, мне кажется, что это самый большой стресс, который человек в жизни переживает вообще. Вот. То есть нужно помогать этому процессу. Не пытаться сдерживать, не пытаться думать о том, что ты делаешь. Если рядом есть доула, то нужно слушать те совета. Я слушала совета. Точнее, я слушала просто тех, кто был рядом со мной. У нас на родах присутствовала кушерка, я слушала ее. И в итоге малыш родился быстро и хорошо. Боль, она довольно скоро забылась. Самый для меня болезненный момент был, это вот, пожалуй, схватки, потому что их было много, они были, они происходили, как бы, с нарастанием. И это просто была такая очень неприятная боль. Я прислушалась, не плачет, не манюсь. Процесс восстановления организма, по моим ощущениям, с первых минут после рождения. У меня сыночек родился небольшим, 3 килограмма 240 грамм. Это самый оптимальный размер ребеночка для гармоничных родов, я считаю. Плюс я сама по себе девочка не крошечная, и поэтому у нас все прошло легко, хорошо. У меня нету никакого ни диастаза, ни существенных разрывов. Есть маленький разрывчик, мне его сразу зашила кушерка, и была пара трещинок. Ну, на самом деле, у меня это все зажило довольно быстро, и сейчас мне не причиняет никаких... Не причиняет даже малейшего дискомфорта. Первое время, конечно, колбасить очень страшно, потому что ты ощущаешь... Не знаю, это такой бешеный коктейль гормонов. Это настолько сумасшедшее что-то происходит в твоей жизни, что ты пребываешь в каком-то очень смешанном состоянии. То есть ты испытываешь и радость, и предельную, и восторг, и вместе с тем страх, вместе с тем какие-то дикие переживания, волнение. И это все вместе, ты не можешь спать. С одной стороны, кажется, что очень много энергии, а с другой стороны, я чувствовала, что надо себя поберечь. У меня не было сильного кровотечения, у меня не было никаких вообще проблем. Мы легко родили плаценту. Ну, и восстановление, оно происходило очень гармонично и плавно. Я лежала, по сути, ну, два дня, может быть. И то, все равно нужно было вставать в туалет ходить. И постепенно, ну, как-то день за днем, все легче и легче становится. На самом деле, опять же, что касается боли, мне было очень больно обрабатывать, когда мне обрабатывали промежность, дезинфицировали там все. Это было как будто бы даже больнее, чем роды. То есть иногда вот такая будничная боль, которую мы испытываем, там, не знаю, порезавшись, или, не знаю, какая-то вот реально повседневная боль, она, наверное, даже сейчас воспринимается мной как более больная, чем роды. И на данный момент я физически ощущаю, что я полностью восстановилась. Сейчас прошло полтора месяца после родов. Но гормонально, я думаю, еще фон нестабильный, потому что я достаточно такая, знаете, нервозная, немножко раздражительная, может быть, даже немножко. Присутствует волнение. Отношения с Пашей немножечко так вот, ну, бывает, что тяжеловато, я на него, бывает, злюсь, иногда даже кричу. Ну, то есть нужно быть готовым к тому, что может колбасить, что нужно будет как-то психически переживать новые эмоции, новый опыт. Но это все реально, мы рождены женщинами. Те, кто был рожден женщиной, готовы к этому опыту, поэтому нужно максимально доверять процессам. И когда ты осознаешь, что все как естественный процесс, становится гораздо легче. То есть ты как бы доверяешь природе, и все происходит естественно. Стоит еще отметить также, что очень важно здоровье женщины. И к беременности нужно готовиться не за месяц, не за два, а по сути женщина готовится к беременности всю свою жизнь. Нельзя сказать, что, ну, там, какие-то негативные привычки, какие-то вредные привычки, типа, там, курение, или, там, любовь к алкоголю, что нужно, типа, всю жизнь бухать, а потом за годик это все дело устранить из своей жизни, и потом, типа, вы забеременеете, родите легко и хорошо. Никто не знает, как это произойдет. Жизнь — это цепочка причинно-следственных связей, и никто не знает, как у вас это все сложится. Поэтому я бы очень рекомендовала еще не родившим девушкам и женщинам все время думать о своем здоровье. Просто все время думать о своем здоровье, и заниматься спортом, заниматься движением, следить за своим психическим состоянием, эмоциональным, хорошо питаться, вкусно, и стремиться к такой формуле, как очищаемся больше, чем загрязняемся. То есть я не призываю к тому, чтобы задротствовать с питанием и вообще исключить все вкусное. Вы можете позволить себе все, что угодно, но просто употребляйте в достаточной мере, в достаточных объемах, зеленые овощи, траву, всевозможную сырятину. Это я очень-очень рекомендую. Ну, я думаю, я ответила на первый вопрос. Большой-большой. Дальше. Почему мы придумали рожать в роддоме на Бали? Мы никогда не следуем с Пашей каким-то четким схемам. У нас в жизни все достаточно хаотично, достаточно спонтанно, мы просто не можем по-другому. И в этом мы нашли друг друга, мы встретились в этом. Поэтому и роды у нас произошли именно так. Просто получилось, что изначальный наш план родить Буми-Сихат, он немножко трансформировался в роды, в домашние роды. Тем не менее, мы прилетели на Бали, и мы вскоре поехали в Буми-Сихат на чекап, зарегистрировались в клинике, нас посмотрели, у нас взяли анализы, пощупали животик. То есть все необходимые процедуры мы проходили, но мы тогда не делали УЗИ. И тогда я сказала, слушай, мне так нравятся все женщины в Буми-Сихат, я готова родить любой из них. Но потом получилось так, что мы искали дом в Убуде, как раз чтобы переехать туда с Букита, и уже готовиться непосредственно к родам, ну, соответственно, чтобы можно было быстрее приехать в Буми-Сихат. Искали удобную локацию. И в какой-то момент я написала в чат запрос о том, что мы ищем дом в Убуде. В итоге нам написали ребята, наши подписчики, о том, что мы хоть и не в Убуде, но у нас очень крутой дом, приезжайте, посмотрите, вдруг понравится, можете у нас пожить. Мы поехали, нам все понравилось, мы у них остались, но предварительно мы поговорили с нашей акушеркой по поводу того, может ли она приехать к нам в этот дом, когда начнутся роды. Она сказала, да, конечно, я приеду к вам, вообще не проблема, так что, пожалуйста, переселяйтесь. Мы переселились, и, соответственно, у нас была акушерка, то есть мы не рожали соло, у нас была машина на подхвате, то есть мы могли в любой момент, в случае, если бы роды пошли как-то не так благополучно, мы бы поехали в Буми, и все, я думаю, разрешилось бы как-нибудь иначе. Сколько прошло времени с момента начала схваток до родов, я так понимаю, до момента родов? Схватки у меня начались часов в 10 вечера 16 мая, и родила я в 15-24 17 мая, то есть вечером начались схватки, и в следующем днем я родила. С начала беременности беспокоят боли внизу живота, сейчас 22-я неделя, и все равно иногда бывает, а иногда даже резкая боль, хотя беременность протекает хорошо. А у Тани во время беременности были боли внизу живота, у меня не было никаких болей, у меня вся беременность проходила очень мягко, очень плавно, никаких вообще неприятных ощущений у меня не было, за исключением, я даже не знаю, можно ли это назвать токсикозом, в первый триместр, у меня просто была очень повышенная чувствительность к вкусам и запахам, и я не могла толком понять, что у меня есть, потому что мне все было неприятно, я мало ела, боли у меня не было, но я считаю, что вам не стоит опираться на мой опыт, вам лучше почувствовать, почувствовать, может быть, вам стоит пойти к доктору и поговорить с ним. Смотрела ваше видео, где вы кушаете в кафешках, а была ли у изжога у Тани? У меня изжога, может быть, один раз была, но такая, знаете, очень слабенькая, очень легенькая, и я бы даже ее не считала за изжогу. Мне также один раз тошнило в первый триместр, это было ночью, и это было так, и все. Дальше. Как заживать поповину у малыша? Каким образом в итоге вы ее завязали? Ну как завязали? Узелком завязали. Знаете, это такой удивительный момент, я, честно говоря, сама до, наверное, беременности не знала толком, как это происходит. Я тоже думала, как ее завязывают? Но сейчас я думаю, что, наверное, этот вопрос задает ребенок. Пуповина заживает у малышей довольно быстро. Она заживает за буквально 5-6 дней, и потом просто отпадает. Просто отпадает, это очень легко. Переживает с малышом, ему не больно. У нас Марс был сутки на плаценте, мы не перерезали пуповину. В итоге мы ее пережгли, руководствуясь инструкцией, написанной, прочитанной в книжке Робин Лим, плацента, забытая чакра. Дальше нас спрашивают, очень интересно узнать больше об использовании последа. Плацента – это отдельный орган, который призван питать малыша во время беременности. Через него проходят все питательные вещества, необходимые для его жизнедеятельности в утробе матери. И в итоге, во время рождения малыша, когда он проходит через родовые пути, головочка у малыша достаточно сильно уменьшается. Оттуда оттекает кровь через пуповину к плаценте. Это примерно 30% крови всего малыша. Потом, когда малыш рождается, нужно ждать, когда пуповина пульсирует хотя бы перед тем, как ее перерезать, потому что в это время возвращается кровь обратно к малышу. Мы с Пашей решили, что Марсик у нас побудет на пуповинке какое-то время. Мы не знали, какое. Мы опять же все это решили спонтанно, когда мы перережем ее, точнее пережжем. И дальше я хотела сделать капсулирование плаценты. И я, собственно, это сделала. У меня не было такой стопроцентной уверенности, что это работает, что это как-то эффективно и полезно. Но, тем не менее, я это сделала. Сделала я это как? Когда мы пережгли пуповину, мы просто... Я просто взяла ее, помыла. Ну, есть, в общем, определенная технология, что делать с плацентой. Об этом можно почитать в интернете или в книжке той же Робин Лим. Затем я ее мелко-мелко порезала. Это был очень странный процесс. И посушила в духовочке. Лучше сушить в дегидраторе на такой на низкой температуре 40 градусов примерно. И потом я ее измельчила в мельничке и закапсулировала ее в капсулки такие специальные. Покупайте желатиновые и можно вот капсулировать. И затем я ее пила по 2 капсулы... Нет, наверное, по 4 капсулы в день. 2 приема, недели 2. И сейчас у меня осталось где-то ну, треть, наверное, всего объема. И я буду использовать эти капсулы тогда, когда почувствую, что мне необходим дополнительный ресурс. Ну, в общем, плацента это помощь маме, гормональная помощь маме. То есть считается, что если пить вот эти капсулы с плацентой высушенной, то гормональный фон мать эта довольно быстро и хорошо восстанавливается. Ну и в принципе, если малыш, например, будет болеть уже в более взрослом состоянии, можно будет ему дать эту капсулу и ну, типа, тоже он вылечится. Пока я не могу точно, точно и четко прочувствовать эту... насколько это правда. Остатки же плаценты мы закопали под дурианом в деревне там же, ну, в том же дворе дома, где мы жили и где мы рожали. Вот. И вопрос опять же про пуповинку. Как долго Марс был привязан пуповиной до того, как ее пережгли и почему именно пережгли? Как я уже сказала, он был у нас на пуповине сутки. И почему мы ее пережгли? Пережгли ее потому что это самый это самый удобный метод отделения малыша от пуповины вне стерильных условиях. Очень много воды пью. Дальше, следующий вопрос. Какая была физическая нагрузка во время беременности и с какой периодичностью? Нагрузка во время беременности была умеренная, но постоянная. Я занималась то йогой, то я занималась фитнесом, я занималась я лежала на колючем коврике, я занималась растяжкой и я плавала в бассейне. Это основная основные виды движения, которые я использовала. Старалась двигаться ежедневно, хотя бы немного поплавать. Все рекомендуют очень много ходить, но как-то у меня с ходьбой не сложилось, но я зато много плавала. На каком сроке узнали о беременности? О беременности мы узнали о сроке 3 недели с плюсом, но я подозреваю, что зачатие у нас произошло 5 сентября, ну то есть я ну я скорее точно знаю дату. Дату, когда это произошло между нами, говорят, что непосредственно как это сказать оплодотворение, оно происходит не в тот же день, это может произойти немножко позже. Был ли токзикоз? Я уже сказала, что он был такой очень слабенький. Самый болезненный момент родов, сколько часов они длились в целом от начала схваток, почему схватки сначала были, потом прекратились. Так, самый болезненный момент родов, самый болезненный, самый болезненный это во-первых, ну вот наверное парочка схваток перед потугами и момент, который называют прохождение малыша через кольцо огня, как-то так это называют, это когда головка малыша уже прям вот выходит из влагалища и сильно очень растягиваются ткани. Это просто капец. Это было реально больно, ты чувствуешь, как у тебя настолько вот ну блин, ощущение, что рвутся ткани. Может быть поэтому мне было больно, что у меня такие небольшие трещинки были и был маленький разрыв. Наверное, я их и чувствовала, но и может быть я еще слишком спешила, не знаю. Почему схватки прекратились? Они не прекращались, они были очень регулярными, они были постоянными. Марс у меня родился на вторую, я сейчас скажу, наверное, ну, наверное, раз пять меня потужило и потом он начал уже так конкретно выходить. А конкретно уже вот головка вышла у меня там на вторую потугу, на вторую потугу, ну, как бы через две потуги и на следующую потугу у меня вышел он весь сам оставшийся. Как вас принимали в Буми, что понравилось, что нет? В Буми очень круто, там приятные очень женщины, мне, в общем-то, все понравилось там. Да, мне все понравилось в Буми. Единственное, что сейчас Буми уже нельзя назвать такой, знаете, ортодоксальной, такой ортодоксальной клиникой мягких родов, потому что, во-первых, ну, государство стало немножечко нажимать на эту клинику и там запретили роды в воду, это раз. Во-вторых, стали сейчас делать вакцинацию антибиотиками, что ли, после родов, могут поставить капельницу, то есть, потихонечку затягивают, стягивают эти самые, закручивают винтики-болтики. Как нашли Юлю? Юлю мне порекомендовала девушка из группы Facebook «Доброе начало». Это группа в Facebook единственная группа, которая состояла во время беременности и где я спрашивала совета у девушек, и там мне порекомендовали Юлю. Юля – это акушер, акушер, остеопат, который живет в Вуде. Сколько вышло по стоимости? Мы отдали тысячу долларов. Что самое главное во время беременности? Ой, вы знаете, беременность – это волшебное время. Это такое прекрасное время. Самое главное – это наслаждаться этим временем. Да, это очень, очень крутое время. Для меня было. Плюс еще беременность меня безумно красила, то есть я чувствовала себя настолько красивой, настолько сексуальной, я просто чувствовала какую-то волшебную красоту свою. И это было просто обалденно. дальше меня спрашивают первое умение расслабляться с помощью дыхания, как в растяжке. Таня, помогло ли тебе это? Да, дыхание очень помогает. Но вы знаете, я специально не занималась дыханием перед родами, то есть я не готовилась специально. Я почему-то думала, что я рассчитывала на то, что все пойдет как пойдет. и вот я говорю, Настя помогла. Я дышала глубоко вдыхала носом, вдыхала ртом, ротом. И во время потух я просто слушала акушера своего, потому что я считаю, что во время родов ни в коем случае нельзя включать мозг. Нужно на самом деле ты выбираешь себе доверенное лицо акушера с которыми ты чувствуешь себя комфортно и соответственно слушаешь, что они тебе говорят и делаешь и все. Поэтому я отдала свой мозг в аренду этим людям и делала просто, что они говорили мне. Но дыхание помогло. Насколько увеличилась твоя гибкость во время беременности заметно увеличилась незначительно. Во время беременности мне кажется в первый триместр у меня увеличилась гибкость настолько, что однажды поехав в гости к подруге и утром решили сделать зарядку я без разогрева села на поперечный шапагат. Обычно мне это дается после очень такой хардовой тренировочки после какого-то там времени растяжки и с болью. А тут я села такая хобана и я даже не поняла что это было но это было офигенно. Но скажу что я специально прям не жестила с растяжкой во время беременности я просто чувствовала будничную потребность как-то двигаться и поэтому я следовала этому. Я не утруждала себя чрезмерными физическими нагрузками но сейчас я очень хочу побольше заниматься спортом так дальше где и как выражали так это я уже рассказала интересное описание процесса от тебя и от Паши он присутствовал да Паша присутствовал вы можете посмотреть видео как это происходило Паша сейчас находится на первом этаже он работает он вообще хотел записывать это видео со мной но короче так получилось что я записываю его одна для Паши этот процесс не являлся чем-то шокирующим потому что у него уже есть двое деток он присутствовал оба раза на родах единственное отличие это тогда это были больничные роды и он не участвовал в процессе так как он участвовал с нами со мной со мной он сидел в ванной когда уже начались потуги когда малыш уже стал появляться на свет в случае же с больничными родами он просто был в палате и ну как бы просто присутствовал второй вопрос был ли план Б поехать в больницу на экстренную операцию например и как вы его организовывали ну да был план Б как я уже сказала она стояла машина машина не стояла но так как роды это процесс не мгновенный да если бы мы почувствовали что есть необходимость ехать в больницу мы бы вызвали машину это было уже как бы заранее организовано и поехали бы рожать правда не в Бумисихат а в Табанан в Табанане мы договорились уже с роддомом что если что я приеду и меня прооперируют или примут роды как-нибудь не так мягко как хотелось бы третий вопрос как решили третий от одного человека как решили вопрос со страховкой тебя и малыша мы не делали страховку ни для меня ни для малыша мы давно уже с Пашей не делаем страховки первые может быть два года наших путешествий совместных мы этим заморачивались а потом просто перестали что-то нам надоело ну и в общем-то сейчас все хорошо как ты готовилась к родам что переживала ой ребята слушайте я думаю что у всех это происходит по-разному да но меня накрывало конкретно у меня были сумасшедшие инсайты я понимала очень я за то время что готовилась к родам я поняла очень четко женскую природу я очень четко поняла почему мужчины привлекаются с женщинами и я поняла мотивы очень-очень многих поведенческих процессов у людей и многое-многое стало на места последнее как готовилась к послеродовому периоду кто и чем помогал у меня был бинкунг бинкунгом я заматывалась где-то две недели бинкунг это узелковое повязывание его используют для того чтобы вернуть на место внутренние органы и вернуть тонус животу у меня кстати тонус живота вообще вполне себе нормальный у меня его короче нету я очень счастлива как будто в общем-то я не была беременна ну и живот у меня был небольшой так что бинкунг мне помогал две недели а потом еще когда у меня что-то дико разболелась спина через наверное недели три после родов я стала повязывать к новой бинкунг и мне это очень помогло потом мне пришлось поехать к остеопату чтобы она меня немножечко подлечила кто и чем помогал мне помогал Паша он готовил мне еду он отпускал меня по утрам в душ когда Марс досыпал у него на груди Паша вообще всячески меня поддерживал и продолжает поддерживать и я вообще не знаю что бы я делала без этого человека наверное ничего и в общем он всячески заботился обо мне сохранял мое спокойствие такой послеродовый период он у меня был достаточно легкий у Марса хороший характер но он как любой младенец какое-то время испытывал переживания адаптацию к этому миру сейчас он еще более стал спокойным но когда он чувствует что ему что-то не нравится он обычно заявляет об этом мне помогала также Настя моя доула она готовила еду тоже потому что Паша не всегда мог это делать тогда готовила Настя также Настя мне помогала очень своим опытом она рассказывала просто о том как было как все происходило у нее со львом Лев это ее малыш ему 4 месяца он тоже родился дома в том же доме где рожали мы и что-что-что ну да она очень мне помогла отвечая на вопросы мои многочисленные по поводу как чистить глазки как чистить ушки носик там вообще все вот эти а это нормально а это не нормально ну то есть она просто меня поддерживала плюс она делала эту самую злосчастную дезинфекцию промежности про которую я говорила ну в общем еще и Женя помогал да Женя это муж Насти он помогал своим присутствием как решили с регистрацией малыша он гражданин Индонезии знабали с регистрацией детишек русских достаточно все просто папа малыша вылетает на соседний остров Яву где находится российское посольство и где можно оформить паспорт и вообще ну как бы этот процесс налажен вы просто находите в интернете статью о том куда полететь кого спросить кому позвонить и просто все делаете нужно немножко денег на эту процедуру но немного он гражданин российской федерации для того чтобы стать гражданином Индонезии недостаточно родиться в Индонезии там все гораздо сложнее ну вот собственно все вопросы я прошу прощения если моя речь была не столь стройна знаете ли действие гормона пролактина у меня в самом так сказать активном сейчас в самой активной фазе Марс у меня находится на грудном вскармливании это очень приятный процесс никаких проблем с молоком у нас нету Марс прекрасно захватывает грудь хорошо ест хорошо набирает вес хорошо удлиняется 48 минут наговорила если у вас есть какие-то еще вопросы задавайте мне их в личку я может быть буду отвечать короткими видео на нашем на нашем инстаграме отдельными постами всем девушкам кто еще не родил я желаю и кто не забеременел я желаю вам дружественности со своим телом желаю вам светлой и чистой интуиции и всяческой любви к себе всем пока не заберем